Приветствую вас, дорогие джентльмены, другие подруги, с вами Рокутагин. Да, здравствуйте все, кто здесь присутствует. Я надеюсь, кто-то здесь присутствует. Пока кто-то присутствует, пока кто-то подтягивается, мы прочитаем еще одно сообщение в донате, которое не успели на прошлой трансляции. Ну, точнее, мы его вообще не видели, потому что мы уже завершили, и потом оно пришло. Пишет нам Сокол. Пистолет под храмом эксклюзивный, а сама игра красивая, и смотрю тебя с 2015 года, очень нравится. Спасибо, дорогой Сокол, спасибо тебе, родной. Да, пистолет эксклюзивный под замком. Мы, возможно, туда еще сбегаем, но есть одно но. Дело в том, что нужен ли мне пистолет? Вот чем вопрос, понимаете? Это хороший вопрос, нужен ли вообще пистолет. Вот у нас здесь пистолет, например, да? Сколько мы вообще раз пользовались пистолетом? В самом-самом начале, да. Потом мы в основном пользуемся вот этим, и, ну, иногда этим тоже. Когда будет прицел, этим почаще мы можем пользоваться. Инсейн. Привет, спасибо за подругу. Так и благодарю тебя, благодарю тебя, благородный меценат. Спасибо большое. Да. Какую лошадь берем? Друзья. Черную или коричневую? Как считаете? Здорово всем. Привет, кто подтягивается. Федор у нас здесь уже. Киллер Куин подтянулся. Красавчики пацаны. О, Тони Стайл. Да, тоже пожаловал. Высоковольтный майонез. Нормально так. Ник классный. Где Дум? Дума нет. Все, мы его прошли, как бы мы его забыли, ребят. Вот. Мы прошли и забыли. И все хорошо. Ну, главное, все сделано. Да. Коричневую, пишет. Баги и моменты. АС ВАЛ и АК-47. Понял. Понял, понял, понял. Ладно. Поскольку один человек у нас написал. Давай, бери коричневую. Я возьму коричневую лошадь. Так. Знаете, в чем момент? Момент такой, что... Где же все-таки... Немножко все это дело... Изменить. Покачивание прицела. Помощь прицелу. Уровень сложности. Опыта управления. Автомобиль. Позволяет заменить многократное нажатие во время QTE на однократное. Ага. А, ну QTE у нас тут не используется практически. Правильно? Ну да. Странно. Общее ускорение мыши. Блин. Такого вроде ничего тут нет. Ну да. Впрочем, ладно. Пошли дальше. Ты умничка. Да, да, да. Ты умничка. Все нормально. Все хорошо. Мы скачем. Мы скачем. Итак. Нам же надо... Ой, нам прилично так. Да. Сегодня мы прорвем блокаду Кастерия. И мы точно преуспеем. Потому что выбора нет. Либертад. Или победит. Или погибнет. Ну ладно. Можно будет хорошенько рассмотреть блокаду. На маяк надо подняться, да? А, все, понял. Мне показалось, что это человечек какой-то стоит в синей рубашке. А оказалось, это просто пенек. Такой звук просто был. Тынь. И я подумал, что... О, заяц, заяц, смотрите. Заяц какой классный. Заяц бежит. Понимаешь, да? Ха. Красава. О. Тут прям солидно так все. Федор. Спасибо за пожелание, бро. Спасибо тебе огромное. Так. Здесь у нас опять рядом эти негодники. Я даже не знаю. Да я не буду их трогать, да? Они же бесполезные, по сути. Что ты их... Перебью их, они снова появятся. Что? 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 Что такое? Что тебе не нравится? Лошадь. Прыгай. Во, молодец. Другое дело. Вот так. Замечательно. Нет дороги. Следовать по дороге. Нормально, хорошо. Нет дороги, следовать по дороге. Мы так и сделаем. Нет дороги, значит будем следовать по дороге. Угу. Это где-то получается... Да, у воды. Тут как полуостров какой-то идет. И там вода. Хорошо мы так и сделаем. Да фактически даже не полуостров. Это... Это остров, да? Соединенный с основной частью. Подожди, а здесь что у нас? А-а-а. Мы же тут всех по-моему наклонили, да? Или нет? Так. Не, я убрал, убрал. Лениным клянусь, все. Грозовик. Нерда. А-а-а. А-а-а. А-а-а-а-а. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ну, ты можешь забраться, братан? Нет? Ты, сука, через забор и всякую херню цепляешься. Ты не можешь вот здесь забраться? Ну, наконец-то. Ты смотри, это же гениально. Ага. Нет, нет, никак не работает. Безопас полон. Королевская пальма. Я какую-то пальму нашел. Ну, нашел и нашел. А есть что-нибудь внутри здание полезное? Наверняка же это открывается место. Я даже практически уверен, что тут можно открыть. Тут же дверь есть. Нет? Все заколотили, что ли? Здание заброшено? Так получается? Угу. Ладно. Собрать. Я что-то собрал опять. Ну, кстати, маркер не исчез. Можно еще что-то собрать. Да сейчас... Ой, блин. Или умереть. Ай, блин. Ты какие, сука, напряженные. Какие либертары. Нормально ехали, все было хорошо, ребят. Не спешно так приближались, правильно? Взяли, блин, говорят, типа, быстрее, быстрее. Подгоняют меня. Не надо меня подгонять. Я сам разберусь. Тут есть машина, похоже, на шаху «Жигули». Я уже на такой ездил. Мы уже успели. Я хочу кое-что тебе сказать. Речь была потрясная. Слушай меня. Чем бы все не кончилось, я хочу поблагодарить тебя за все, что ты сделал для Либертад. И для меня. Поблагодаришь, когда прорвемся через блокаду. Увидимся, как все закончится, Дани. Хорошо. Да прорвемся, все нормально будет. Что, первый раз, что ли? Мы такие блокады прорывали, сука. Тут такие не снились на этом острове. Да, надо. Да. Все, давай. Ха! Крокодил, ну поехали дальше. Итак. Баги, моменты, говорят. Когда я проходил Far Cry 6, у меня пропал интерес, и я забросил. А ты знаешь, нам главное ненапряжный, как бы, геймплей. И все. Чего тут ползает? Эй! Да, да. Да, 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 да. Я уехал, все, я уехал. Я не конфликтую. Не надо меня стрелять. Я уехал. Ой, я не советую. О, подожди. Тихо, 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 тихо. Я не завидую этому чуваку, потому что там сзади этот крокодил достался. Он может его просто сожрать. Вот и все. Запросто. Музыка, как и сталкер, зато и шар путешествия. Что-то не помню даже. Тихо, тихо, тихо. А, ты хороший, все. Это нормальный парень. Нифига себе, лошадь бешеная. Она просто, смотрите, она запросто вот так взяла и снесла. Да, сука, аккуратно. Я же не хочу тебя убивать. Лошадь снесла дерево. Просто на изи. Не лошадь, а танк какой-то. Дерево-то вот так взять и снести. Хорошо. Радио вертат, ты тут нагибат. Я к тебе иду. Фокус покажу. Фокусы они, сука, уже, да, назревают. Слушай, деньги не главное. Как назло, вот кабаны мне вообще сейчас не нужны. Они могут мне очень многое попортить, прямо скажем. Максимус. Я твой зритель с 2016 года. Спасибо тебе за твои душевные видео по сталкеру. Оставайся и дальше таким. Спасибо большое. Ну, как бы, у меня такой, знаешь, этот возрасточек, как бы, уже, поцаракет. Я вряд ли сильно изменюсь. Только если более воршивым стану. Как в думе. А так нет, ну, как бы, да. Меняться уже вряд ли. Не, бывает, конечно, но, как правило, мальчик уже большой. Уже можно особо и не меняться. Уже хорошо. Так. Кокодил, да? Здесь, стой. Просто я опасаюсь, друзья. Клара. Да. Я у кораблей Кастилио. Мой бьен, Дани. Ты поднимешься на борт и будешь отвечать за штурм. Хулио, а ты где? Я на маяке. Сижу весь такой красивый, с РПГ и отличным видом на корабли. Райса, как у тебя всё? Я на башне. Винтовка заряжена, прицел наведён. Хуан. Пристегните и мне. Крылатый Хуан рыщет в небе и ищет добычу. Помните, разберёмся с кораблями. Откроем путь на наш остров. У нас одна попытка либертат. Желаю всем удачи. Не, я согласен. Остров мы освободим. Всё, мы молодцы. Я только не понял. Это какое-то важное место, этот маяк? И какого хрена? Вива либертат. И почему при всём при этом на этом острове, ну, на маяке, нет никакой охраны? То есть, важное место. Маяк. Он важен для отправлений по воде, для всех, для связей. Нифига вообще, пофиг всем. Ну ладно. Что я хочу, друзья? Друзья, я хочу вот эту, нашу основную пушку вторую, я хочу наконец-то довести до ума в плане прицела. Но пока ещё не могу, да? Да, у нас тупо пороха не хватает. Я смотрю, тут порох вообще нечто такое прям дефицитное. Какой-то прицел поставить, вот типа такого штурмового хотя бы, чтобы немножко побольше было увеличений и т.д. и т.п. Ну вы поняли. Так, что у нас? А, у нас всего две винтовки, да? А это что такое? Вива либертат. Дальнобойность? Дальнобойность меньше. Да? Ну да, или как? 700 минуты, 700. Магазин 20, 20. Уникальное оружие нельзя... Подожди. А чем она уникальная? Её нельзя улучшать при этом на верстаке. Целеуказатель тут сразу стоит. Перезарядка Супрема выстрелом в голову. А-а-а. Быстрая перезарядка. Ну, с одной стороны, классная штука. А, это что такое? Брелок. Брелок не нужен. Мне просто интересно, как оно будет выглядеть, да? А, я не поменял толком. Ну ладно, мы не будем менять, потому что там прицела нет. К сожалению, друзья. Может, пушка, конечно, очень и очень классная. Но, поскольку прицела нет, то, я думаю, и смысла нет на самом деле. О-о-о. Ну, давай. Полезли аккуратненько. Только аккуратненько, братан. Я тебя очень прошу. Падение с высоты. Это вот последнее, что бы я хотел испытать. Давай-давай-давай-давай. Во, красава. Отлично. Патронов нашел. А, вы уже тут. Хорошо, я сейчас пойму все. Ну. И была бы на полпути к кораблям. Ну. А, камера. Разве я бы ей вломил за то, что она нас не познакомила. Удачи, хулю. Сигналка. Угу. Адьос, подкрепление. Да. Ха. Нормально ты Кракутагин придумал, да? Но это ж работает, работает. Мне на самом деле... Вот там еще надо узнать. Там же тоже где-то есть еще. О-о-о. Да их там до хрена. Нифига. Я особо-то ничего и не улучшил, по большому счету. Ну да. О-о-о-о. Слушай, деньги не главное. Тяжко. Понимаешь, да? Иди, дорогой. Так, братан. А ты мне скажи. Зачистите и захватите корабли. Нужно перебить солдат на обоих кораблях, чтобы по станции могли сбежать. Тема. И я Уин. Кумарти, ты уже 150 онлайна. Скажи, игры для тебя как работают, или ты правда получаешь удовольствие? Я тебе открою... Ну, секрет хотел сказать. Это не секрет на самом деле. Многие люди это знают. Работа должна приносить удовольствие. Да. Понимаешь, так везде. И это не только касается там стримеров, блогеров. Любого человека. На любой работе. Есть люди, например... Я не знаю, что в пример привести. Ну, путем юристы, вот. Юристы. И вот есть юристы, которые, знаешь, типа обучились там на троечку, как бы. Им пофиг, по большому счету. И вот они как-то ходят, ну, типа так. Ох, вздыхают постоянно. Ах, ждут пятницы, чтобы свалить домой. Там получают зарплату. А есть такие, что они вообще фанатики этого делают. Ты че, он постоянно все штудирует, все смотрит. Ему так интересно. Он живет этим. Естественно, он получает удовольствие от своей работы. И, как правило, он большего добивается. Да. Не всегда, но часто. Если даже немного добивается, он получает удовольствие от своей работы. Так и у меня. Я получаю удовольствие от своей работы. Вот. Да, ну почему он так... Почему он так летит у бога, а? Надо потом управление посмотреть. Я, наверное, что-то не так нажимаю. А может и так, фиг его знает. Но, с одной стороны, может и не стоило. Хотя нет, стоило, наверное, прям вообще приземлиться на сам корабль. Но наплевать. Это сейчас не самое главное. Сейчас самое главное, незаметно подплыть к лестнице. И, собственно, с нее уже можно будет хорошенечко проникнуть на корабль. Основательно, знаете, так проникнуть. Из минусов самых главных тут у нас то, что у меня, к сожалению... Да. У меня, к сожалению, нет прицела на мою снайперку. Но на ней есть глушитель. Это, естественно, плюс. Причем приличный плюс. Призрак. Доброго времени суток, армия нагиба. Не забывайте пропадить. Вас спасибо. Спасибо, братиш. Спасибо. Лара. Я на борту. Отлично, Дани. Разберись с кораблями. И не стесняйся использовать их орудия против них самих. Турели у них хороши. Турели хороши. Ну, давай не будем мы как-то пока ничего ломать. Корабли. Это ж такая техника дорогая. Ты че? Корабли это целое состояние, сука. Йо-йо. Все же не тем я занимаюсь. А чем бы ты хотела заняться? Что? Что это? Похоже... Это Васкес. Все чисто. Нечего докладывать. Ты поплатишься, коми Мьерта. Не-не-не-не-не. Надо же. Подкрепление нам тут ни к чему. Правильно. Подкрепление нам ни к чему. Нам нужен только качественный нагиб и не более того. Правильно, друзья? Вас никто не услышит. Вообще никто не услышит. И это очень хорошо. Не надо никого слышать. Вот там осталась всего одна сигнализация. В моем секторе все тихо. Да. У вас все тихо. У вас скоро вообще тут гробовая тишина будет. Я вам отвечаю. Да. Вот именно так. Гробовая тишина. Хотите верьте, хотите нет. Но именно этим все и закончится, ребятки. У вас тут вообще будет супер тихо, бля. Чтиль сплошной. Енотика, здорово, братиш. Карелио! Капитан приказал очистить антенну от птичьего дерьма. Карелио! Я знаю, ты меня слышишь! Не, он не слышит, если честно говоря. Вообще не слышит. Он Карелио, уже на гибелье случилось. Твой Карелио уже давно не авторитет. Да ладно, ладно, ну че ты там. Какие кони? Никакие не кони, сука. Ходит, ходит. Слышишь? Че-то, видать, слышит, что шуршит. Я тут крадусь. Рауль, прием! Да. Рауль? Как слышишь? Рауль прекрасно тебя слышит. Помочь ничего не может. Да. Хорошо. Один есть. Да. Значит, кто-то пукнул. Впечатляет, Дани. Тебя даже не заметили. Сможешь так еще раз? Сейчас проверим. Изи, изи, шпизи. Нет, не знаю насчет второй раз. Не буду я тут прямо из себя ЧСВ такое строить, что меня никто не заметит. Я, получается, на этом корабле вообще, что ли, всех перебил? Я видел твою девушку по левому борту. А, нет, это кит. Карелья? Ха, сука, подъебал, Карелья. Говорит, девушка увидела. Нет, это кит. Нужно вырубить сигналки. Да все, я все сигналки вырублю. Тут осталось-то их, блин, раз-два я обчелся. Слушай, ну, походу, я вообще реально, я на этом корабле, по-моему, всех уничтожил, да? Я, на всякий случай, еще аккуратненько прокрадусь наверх. Ну, в таком же стиле, да, такой, понимаете? Ну, наш стиль, наш, наш, вы понимаете? Тактично, тактично, тактически. Такие мы молодцы. Но тут тоже никого. Да, да, да. Мы все сделали. Подмоги не будет, да. Но это вряд ли все. Наверняка же еще что-то осталось. Ага, вон еще одна. Вот туда надо как-то проникнуть. Что ж, ладно. Мне нравится, как наш герой так, знаешь, запросто с парашютом в воду падает. Вообще, кто не знал, если человек падает в воду с парашютом, это может закончиться смертью этого человека, да. Прям вообще. Если у него нет специального еще снаряжения, нет навыка большого, вот именно, попадению с парашютом в воду. Чтобы вы понимали, человека научить просто прыгать с парашютом, ну, там буквально день-два, там, все, там, инструктаж, все дела, один, там, два прыжка с тренером, и потом нормально, да. Ну, теоретически, может, и так получится, конечно, риски просто побольше. А вот если с человека просто, ну, который не имеет большого опыта, специального, причем, опыта, не просто опыта с парашютом, даже опытного, и надо просто парашютиста, если его с парашютом десантировать в воду, он утонет, нахрен. Я без службы что-то говорил. Это вообще страшная вещь. Но наш парняга, он, это прям специалист. Я не знаю, где его там призвали, какой он там армии срочку служил, но там явно, там, блин, просто специалистов высочайшего класса мирового готовят. Вообще-то ниндзя каких-то. С парашюта только так в воду, красава. Не, ну, молодец еще. Вот так, да, подмоги не ждите. Так, выходит, я, по-моему, разобрался. По-моему, там еще спереди где-то должна быть одна сигналка. Но я не уверен. Так, впрочем, наверху здесь... О, балансный, да? Ну все, хитрец. Я тоже хитрец. Я тот еще хитрец. Так, вот здесь уже не так хорошо. Так, мы аккуратненько. Мы не спешим, друзья, правильно? Мы с вами вообще никогда не спешим. Типа, зачем вообще нас спешить? Поспешите, она всегда успеется. И? Ну я хоть что-то раздал. Вы кого-нибудь видите еще? Я не вижу ни одного. Кстати, забыл сказать. Хэтшот, бэйби! You got... Owned! Да! Душевненько. Крейзи бой пишет. Здорово, приятной игры. Благодарю тебя. Спасибо. Вроде живой стрим. Да все нормально вроде, да, ребят? О! Не заметил, извините. По-любому же... Все что ли? Серьезно? Вы в запретной зоне. Это кто мне запретит, сука? Слышали? А, все? Офигеть. Да. Без тебя мы бы не справились, Даня. Да? Да. А вот и без нас запросто. Еще не все. Я задержусь, чтобы заложить взрывчатку и убедиться, что кораблем каюк. Моя книг, когда закончишь. Дани, я сейчас тебя подберу. Что за звуки? Я вот сейчас не понял, что это было. Где ты, Клара? Это наши. Хорошо, они приближаются. Ракета сигнальная. Лады, понял. Да они информируют, что это мы, да? Ну что, в смысле, это свои? Да ладно, ладно, ладно. Так, ну мне... Я как понял, к ней, да, скорее всего? Хорошо. Отлично. Слава, Либертад, Дани. Отлично. Фига себе. Это, получается, мы остров, наверное, захватили, да? Вынужден признать, Клара, что у тебя получилось. Только не у меня, а у нас, Дани. Чем ты хочешь заняться в Америке? Мы с моим другом Олеха думали работать там, куда возьмут, пока не сможем открыть свой автосервис. За время блокады мы научились чинить что угодно при помощи говна и палок. И все? Так тебе в Россию надо. Янки разрешат тебе парковать машины и собирать фрукты, но одним из них тебе не стать. Американская мечта для людей посветлее. Раз мы засираем чужие мечты, что ты сделаешь, если победишь, президент Гарсия? Следующий президент протянет полгода, потом его убьют. Ээээ, в смысле? Это так. Разве свободные выборы не решат эту проблему? Как же твой список? Послушай, Дани, я не так наивна, как ты думаешь. Эта революция освободит Яру, но не исправит. Когда мы захватим столицу, Яра вспыхнет. Все возможно. Гражданская война, перевороты, военная хунта. Яранцы еще долго будут убивать друг друга. Ага. На мой век борьбы точно хватит. Мы ходим по кругу. Тирания, революция, опять тирания. Я хочу найти для нас выход. Значит, это не просто мечта. Это судьба. С чего ты так решил? Кто сам это выберет? Дани. Каждый, кто идет за мной, кто вступает в либертад, делает этот выбор сам. Но, если честно, я прямо вижу, как ты раскладываешь товар по полкам в огромном супермаркете. Сука. Нет, нет. Там такая милая униформа, переднички, таблички с именами. Тебе бы пошло. А, пожалуйста, фантазируй молча, Клара. Нормально так, да? Подколол чувака. Он нам считает, вот это остров целый освободил. Она такая там, переднички. Мои любимые повстанцы. Да. Давно меня не было. Устроим праздник. Мне так жаль, хэфэ. В чем дело? Хулио не явился. Либертад перебьют всех истинных иранцев. Трайдорос криминалис! Пута. Пута. Который выше его самого. Комомерда. Лже-иранцы изгои по натуре. Они эгоистичны. Беспокойны. Лживы. Как дикие псы. Но их можно обучить. Заставить послушать раю. А тех, кто упорно сопротивляется, как, например, Хулио. Хулио, как Лара Гарсия, как Либертад. Их нужно усыпить. Папа. Я все понял. Ну, усыпи, Хулио. На пути к Раю много трудностей, Михо. Я знаю. Ты доведешь наше дело до конца. И тогда все будет позади. Я иду, Лита. Ладно. Значит, смотри дальше. Мортал Комбат 11. Если уж стал по станциям, то на всю жизнь. Да. Мы нашли Хулио. Он мертв. Они слиты оба на том свете. Я держу слово, Дани. Нужна была лодка, вот она. Настоящий кусок дерьма. Но до пляжа Янки дотянет. Того, где голые толстушки. Так просто меня отпустите? Не верю. Ты давно мог всех нас сдать. И ты хороший боец. Я не могу обещать тебе победу и что ты выживешь. Но я скажу одно. Тебе везет. Рачка он везет, согласен. Когда как. Нормально так. Архипелаг замок. Хорошо не гулаг. Так, мы продолжаем. И я думаю, что сейчас нам необходимо сделать вот так вот, да. Тихо там, да, без этого. Все. Военный пришел. Да ладно, что это такое? Военный пришел под крепление. Ага. Ага. Белосерос. Эспаранос. Барьяль. Ни хрена себе. Подожди, я оказался на еще каком-то более маленьком острове, что ли? Прикольная тема. Вообще нормально. Так, ну... И что ты мне расскажешь? Какое дело? Подожди, дело это круто. Я согласен. Только забавных способов убить Сальдадос. Ха-ха. Нельзя выбрать час своей смерти. Лишь то, скольких убьем. А-а-а. На-а-а. Ух. А-а-а. Не закончено письмо. Мистер Ресельвер. Это Хуан Кортес. И я в восторге от твоих изобретений. Как тебе такое в голову приходит? Ты серьезно приделал фолоимитаторы к ножу газонокосилки? Мне нравятся такие безумцы, как ты. Будем надеяться, что это поможет мне впарить сместившийся межпозвоночный диск. Вправить, да. Хорошо. Когда вся эта шумиха уляжется, то есть когда мы все сдохнем, я, пожалуй, загляну к тебе в мастерскую, чтобы посмотреть на магию Фили в действии. Не обижайся. Если пара мелочей вдруг куда-то пропадет. Говорят, что идеи стоит заимствовать только у лучших. Надеюсь. Твои маленькие перритто. Твой маленький перритто не стукач. Ладно, хватит тянуть. Пора познакомить 12-дюймовое резиновое чудище с моим позвоночником. Это получается, они типа массажера изобрели? Газонокосилка, фолоимитатора и по позвоночнику? Вот опять я сострел. Аааа, гордость, либертат. Я понимаю, Хуан, ты расскажи, как бы, ты только эти фолимитаторы на газонокосилке только по позвоночнику водил или еще где-то, а? Ха-ха-ха-ха-ха, да. Так оно и бывает, сука. Но. Все хорошо, что все весело. Однако, что там по прицелу? Да вы заколебали, когда вы мне прицел дадите. Не нужны мне вот эти все, вот эти ваши? Вот это что такое? Высокоточный прицел для средней дистанции с четырехкратным... Вот! Вот это я поставлю! Все! У меня просто перфекто, ребята, теперь. Четырехкратное увеличение. Да, по-любому, по-любому. Нормально. Уран будет все будет. Да, я всегда скучаю. Письмо, адресованное Хулио. Хулио! Я отправляюсь в Эксперансу, чтобы попрощаться со своими тупоголовыми друзьями. Они, наконец, добились своего и погидают Яру. Останется только мы с тобой. Сколько таких писем мы уже написали друг к другу, а? Надеюсь, ты их все хранишь, чтобы, когда мы станем старыми и толстыми, можно было вспомнить, какими горячими и тупимыми мы были. В первом письме я утверждал, что это простая мелкая интрижка. Чем же, мол, еще заняться двум одиноким людям? Все это, мол, ерунда. Да, и во второй раз было точно так же, и в третий, и в четвертый. Давно пора было понять, что я просто не могу без тебя, и люблю тебя, и буду любить вечно Хулио. Серьезно. Лита. Хулио это ж его это, его же застрелили. Он был хороший мужик, вот, но его по-моему застрелили, как я понял, его поймали. Может, я ошибаюсь, конечно. Алита это, которая с нами плыла и осталась на берегу, мертвой, да, погибла. В общем, они все погибли, это очень жалко. Такие дела. Да, конечно, так все говорят. Американский жетон. О, видишь, хоть что-то американское Даня у тебя есть. Я буду называть Даня, Даня Багров, хотя он Дэнни на самом деле. Ну, какая разница, Даня, он как бы, он знает, что сила в правде, и идет ее наводить. С помощью, как оно называется, сука, я все время забываю. Большая, этот огнемет наш. Супремо, вот. Супремо. Ага. Сочно. Итак, ну, почти... Кто-то зовет это гавайской рубашкой, а я зову смокингом повстанца. Ладно, за дело. Хорошо, хорошо, сейчас все будет. Я ознакомлюсь, понимаешь? Я ознакомлюсь с местным хабаром. Фига у них нормально, так, снаряды, сука. Ну, это не собрано, это же только этот. Основа, по-моему, идет, да? Так, ладно. Ну, да. Все, здесь я немножко ознакомился. Хуан. Гордость, либертад. Да. Давай, рассказывай. Хочешь, чтобы я сделал тебе лучшее супремое оружие? Да. Тащи мне обедненный уран. К счастью для тебя, Кастильо заныкал свои запасы у самых больших пушек на острове, зениток. Когда раздобудешь драгоценный уран, приноси в мой офис или одному из моих помощников. Если захватишь базу FND, кто-нибудь из команды Хуана одарит тебя особым снаряжением. И не забудь, выше ранг больше привилегий. Когда Клара расщедрится и повысит тебя, мы тебя снабдим снаряжением получше. Готовь денежки. Даже во время революции у всего есть цена. И еще совет. Как повстанец повстанцу. Начинай уже веселиться. Умри с улыбкой. Все вступившие долг получают хорошее оружие и отличное снаряжение. Знаем. Даня, пришло время для супергеройской команды. Мои оружия и твои навыки. Хочешь новой игрушки? Все просто. Но это мы знаем. Ну это понятно. Это как бы да. Это ты просто такой. Ты вернешься. Все возвращаются. Ну естественно за Хабаром все возвращаются. Так же между прочим Сидорович постоянно говорит. Скипа. Вы вернетесь. Ну да возвращаешься. И давай посмотрим. Что у нас дальше идет. Посмотрите что интересного есть у Хуана. Так я ж посмотрел. Что там у Хуана может быть интересного. Ничего там у него нет. Ну нормально я все. А нет ты смотри. Он супремо улучшил что ли. Аааа. Да. Фантазма. Смотри какие тут штуки есть. Это создает кольцо огня. Испопеляющее врагов. Да. Подпрыгните. Находясь в воздухе. Чтобы совершить. Ядовитый сальво. Сейчас сеет хаос на поле боя. Распылять ядовитый газ. Обращай вокруг. Всех друг против друга. Да. Ну понял понял. Это короче такой. Галлюциноген какой-то. И строя системы безопасности. Транспорт. Попажающий подвод здесь. Становится недоступным для угона. Сука. Ну как-то сложно очень все. Я вот это ядовитое возьму. Я думаю никто не против. Да в принципе. А нужно ли мне вообще вот это все. Если так хорошенько подумать. Эльбесито. Да. Ресельверское оружие. Урон. Давление нагнетается. Ну это понятно. Давление это что-то типа огнемета. Ла Клавадора. Сука. Как-то сложно. Это объединенный уран опять же. Да. Объединенный уран. Малин глубоко. Вот это наверно классная штука. Да. Слишком глубоко. Но. Ну нормально красава. Дунул что ли. Итак. Что у нас имеется. У нас. Экстерминатор. Армагеддон. А мы же еще можем менять. Да. Фантазма. Прикольно. А что с этим совсем делать то. Вот вопрос. А. О. Эль Генерал. Ну это понятно. Да. Это скорпион у нас. Скорпиончик. Ладно. Возьмем. А здесь у нас что имеется. Здесь помимо этого. У нас же вот болтовочки имеются. Но я не хочу. Мне нравится то что стоит. Мне эмочка нравится. Вот это вот. МС-16С. Название конечно такое. Жопа. МС-16С. Ну ладно. Шуть. Не в этом. Тут смотри как. Гроза есть. Реально. Да. Вал есть. Нормально. О. Самозарядный карабин Симонова. РС. Не знаю что такое РС. Ну типа ACR. Типа такого наверное. Что-то. Ну это какая-то АР-ка. Понятно. Америкосовская. АКМ. Родненький. Вот он есть. АК-47. Ладно. Пойдем. Посмотрим. И. Чем мы занимаемся. Да. Мы собственно друзья. Идем дальше. Да. Мы всегда этим занимаемся. Не забываем про свой царский лайк. О. Дэдшот подкатил. Здравствуйте. Здравствуйте. Мои хорошие. Здравствуйте. Дайдададам. Дайдададам. Я нагиба сегодня. Я нагиба дам. Места красивые. А что ты засуетился то? Крокодил да успокойся. Ну ты че? Глапал. Все нормально будет. Не надо нервничать. Вернешься на Сантуарио. Поищи пушки, боеприпасы и бойцов. Кастильо растерян. Используем это. Добро пожаловать в Либертад. А куда торопиться? Потом свалю. Смешно. Ну что освободим Яру? Кастильо держит Яру в кулаке. Его методы военщины, рабство и кровь. Столица его крепость. Отвоюем Эсперансу. Отвоюем Яру. Чтобы ослабить Кастильо, нужно в первую очередь атаковать военные цели вроде КПП и БАС-ФНД. Но важнее всего окружить Эсперансу и загнать Антона туда, как в клетку. Для этого надо совершать операции, которые объединят революционеров и сделают Либертад сильнее. И Либертад нужна поддержка трех групп повстанцев. Каждая из них пытается уничтожить часть империи Кастильо. И везде во главе стоят его приближенные. В Элесты не осталось ресурсов из-за иностранных компаний вроде Макке Индастрис. Конвои с отравой Кастильо в этом регионе обороняет Адмирал Бенитос. Но с помощью Легенд 67-го мы можем изменить ситуацию. Они прячутся в джунглях, что покрывают самые высокие горы в Яре. Их величайший боец, Эль Тигре, готов помочь тебе привлечь их на нашу сторону. Есть еще Валья Деора. Это не только центр индустрии Вивира, но и кузница пропаганды Кастильо, которую управляет министр культуры Мария Маркеса. Я знаю людей, которым можно поручить контрпропаганду Максимас Матансас. Они были настоящим голосом протеста и смогут мобилизовать несогласных на борьбу за дело Либертад. Они залегли на дно, но их видели в форте в Баласеросе. Нужно найти их раньше, чем солдаты Кастильо. В Мадругаде всем заправляет племянник Кастильо Хосе. Он заставляет изгоев выращивать отравленный табак для производства Вивира. С ним ведет войну семейство Монтера. Они не любят гостей, но я знаю механика, который работает в Коста-дель-Мар. Его зовут Фили Барсага. Он может свести тебя с Монтера. На твоем месте, Дани, я бы начала с Мадругады. Если захватить плантации табака, то производство Вивира остановится. Только найди механика, Фили. Я буду здесь, координировать атаки Либертад против Кастильо по всей Яре. Значит, мне одному нужно убедить всех их присоединиться к нам? Как? Просто. Помогай им. Всем, чем сможешь. Отправлю бойцов, назовут захватчицей. Разведчиков посмеются. А ты, мой лучший воин, можешь помочь им без этой. Конетели. Либертад возьмет столицу, мы чикнем Антона, глотнем его крови и все такое. Да, не надо размяться. Слава, Либертад, хефа. Да, да. Сильнейший воин Клары, это ты. Ты не понимаешь. Так поясни, Хуан. Клару выдает манера речи. Она ведь из богатой семьи, семьи истинных иранцев, понимаешь? Она сражается, страдает и веселится вместе с нами. Но прошлое все равно никак не скроешь. Ну, а я-то тут при чем? А ты сирота, Дани. Ты никто. Ты напомнишь повстанцам, что нужно заняться делом, а не политикой. Клара меня использует. Си, а ты используешь ее. Хочешь убить Антона? Си. Освободить Яру? Еще бы. Но мы с тобой оба знаем, что тебе нужно сражение. Ты повстанец, а для таких людей бешеный стук сердца, когда ты в засаде, запах серы, жгущий ноздри. Это... Весело. Не бойся. Я никому не скажу. Лишь один вопрос у меня имеется. Ты, придурок, нахрена я чашку воду выкинул? Ну ладно, может у них обычай такой? Я не знаю. Ну тогда посуды на вас вообще не напастешься никак. О, рыбалочка. Да. О, нифига себе! Улов-то вообще приличный такой. Да, я вам скажу, душевно. Очень душевно. Да, вовсю рыбачит, ребята. Потому что я вижу, тут поплавков нет, судя по этому. Теперь вам доступен весь дополнительный контент, приобретенный контент. Получите его, можете, Арсенал, Амиго, Транспорт. А, я понял, ладно. Короче, они на донке. Это донки, скорее всего, да. Донные удочки. Хорошая тема. Я тоже донные удочки больше люблю. Вызвать водный транспорт. А нам по-любому получается сейчас... Нифига себе! Ха-ха! Ты смотри-ка! А лодусы! Да, так оно и бывает. Королевский монетный двор. Это что такое? Универсальное оружие, средняя дальняя дистанция. Блин, крутая штука, кстати. Крутая штука. Может, что-то приобрести? А у меня 300 как раз при себе, да? Ну, я не знаю даже. Калаш вот этот красивый брать. Сильная отдача. Нет, сильная отдача не надо тогда. Я не хочу сильную отдачу. Снайперская винтовка. Снайперская винтовка. Ладно, этим потом займемся. Что нам надо? Нам надо прикинуть, что к чему вообще по жизни тут у нас. Да, надо побежать к торговцу. Вот у нас тут находится. Надо ему все сбагрить. Нужное, не нужное. Какие пипесо? Стой, дядя. Давай, давай пообщаемся. Вот. Мы вот это продали. Лекарства и т.д. и т.п. В базах мы вымеслили, да. Строительных проектов для произведения лучших построек в лагере подстантов. Ага. Да. Фиг знает. Тут еще что-то строить можно. Базу целую. Ладно, пока тут ничего продавать не буду. Хотя, да что нам продавать? Вот нам что-то нужно, скажи. Какие? Никакие не припасы. Нет, спокойно. Нам что-то нужно? Нам вроде ничего не нужно, друзья. Нет такого, чтобы прям действительно было нужно сейчас. Ну да. Вот у нас вместо пистолета сейчас будет, да? В твою умную голову выстрелить, нет? Ладно, пока не будем. И что нам остается? Нам, наверное, судя по всему, правильно тут помечено. Нам вот сюда надо. Коста-дель-мар. Почему Коста-дель-мар? Потому что надо поехать и правда плантации уничтожить. По-любому надо их уничтожать. Если этого не сделать, ничего хорошего не будет. Мы, конечно, можем там ударить, здесь ударить. Но если проблемы с плантациями у них будут, у них появятся проблемы финансовые. А это намного более важно. Понимаете? Намного более важно. Во! Лодочка у нас появилась. Шикарно же, я считаю, да. У меня вопрос только. Крокодил, да как он вообще? Запрыгнет к нам, нет? А, он просто, он своим ходом будет добираться. Вот так. Ну, красава. Нормальный такой парняка у нас, да? Ну, что? Поехали. ППШ здесь топ. Возможно, возможно. Пока мы пользуемся тем, что у нас есть, а потом прикинем уже, как-то разберемся и все будет хорошо. Да-да-да. Да-да-да. Да это что? Да, я пока думаю. Я пока думаю, я хочу попробовать, что здесь, а там посмотрим, как оно будет. Даней, послушай, Хуана. Будешь убивать солдат, кастилью отправят за тобой спецназовцев. Знаешь, почему их так называют? Из-за подготовки и вооружения? Все бы тебе поумничать. Да, берегись. Название такое хорошее, спецназовцы. Это просто люди, которые выполняют специальные задачи. Подготовка и снаряжение может быть у любого хорошая. Это как бы не обязательно взаимосвязано. Да. Есть пума, вот она хороша. Ну, не знаю насчет пумы, ребят. Ну, Гуапа такой классный. Он такой потешный крокодильчик. Мне он нравится. Я не хочу никакую пуму. Не, пума тоже классная. Кошки я люблю. Но вот этот крокодил, он в моем сердце. Он прямо, знаете, вот... Ну, красавчик, что там говорить. Он молодец. Так, ладно, это все весело. Наверное, вот сюда надо куда-то. Я хочу обогнуть, чтобы потом минимум по суши идти. Не, ну, конечно, классно идти по суши, с одной стороны. С другой стороны могут быть проблемы. Да? На суши я могу с кем-то столкнуться. Этой местности я не знаю. Друзей у меня здесь нет. У меня, собственно говоря, здесь вообще никого нет. Мужик куда-то плывет, смотри. Даже два человека плывут. Мадругада. Да. Люди здесь странные. У них лодка просто посреди реки. Они плавают. Напомни, кого мы ищем в Мадругаде? Да. Барлоса Монтера. Да. Это предводитель группы фермеров, которые хотят отнять у армии свою землю. Но с тобой он встречаться не станет. Не станет со мной встречаться? Почему? Он, скажем так, человек старой закалки. Не любит чужаков и доверяет только своей семье. Класс. Не бойся. Тебе поможет Филли. С ним все получится. Он в мастерской взлетной полосы Мартинес. Ах, как у вас все сложно. С важными вещами всегда так. Сверта Дани. Она говорит, Филли. Мы сейчас приезжаем. Он там такой. Филипп Киркоров. Привет. Да. Привет. Филипп Киркоров и его друг Басков там такие ждут. Филли и Бас. Филли и Бас. Вот. Красава. Все нормально. Поехали, поехали. Коста Дель Март. Да, Коста Дель Март так оно и бывает. Кстати, попробую получить призрачное ружье со стрельбой сквозной стены и волхак при ней же. Не знаю. Посмотрим. Пока я никуда не спешу. Пока я хочу просто понагибать. Мне не нравится, что вот этот катер. Он похож на катер этой береговой охраны. У него такая расцветка типичная, да? Для местных вооруженных сил. Так что надо поспешить. Обязательно надо поспешить. В США спецназ это SWAT. Special Weapons and Tactics. Как раз специальное вооружение и тактика. Ну я же говорю, специальное. Не какое-то хорошее, плохое. А просто специальное. В этом смысл. Сука, я на мину наступил. Ну как, я не наступил? Нет. Я на нее наехал. Я налетел своим катером. Ну я понял, да. Нет, нет, нет. Давай, давай, давай. В общем, мы сейчас просто на остров пойдем. Тебе придется вплавь. Да, нам вплавь придется. Я решил, знаете, я вот так понял, понял. Пожалуй, я пешком все-таки пройдусь. Да, так оно дольше. Ну и хрен бы с ним, да. Это случайно, пацаны. Случайно совершенно. Вы свидетели, вы свидетели. Я не знал, что это мина. Я не понял. Я думал, какие-то бочки плавают. Оказалось, не бочки. Да. Да. На говно. Да, на говно. Впрочем, ребят, когда было иначе? Когда было иначе? У нас всегда так. Нормально, че? Мы себя не изменяем. Стабильность признак мастерства. В нашем случае отсутствие мастерства. Но ничего страшного. Вон эти ползают, блин, негодяи. ФНД. Не трогай быти. Не буду ни в коем случае. Я правда думал, какие-то бочки там, буйки, что-то плавают. Я не понял, что это такое. Ну, что-то плавает и плавает. Думаю, ну ладно, дай проеду. Проехал, блин. Да. Какие первые впечатления от Far Cry 6 у тебя? Веселая. У меня впечатление от Far Cry 6 такое. Веселая. Приятная, ненапряжная игра. Без, мне кажется, знаете, без претензий на какой-то супер-хит и что-то такое. Просто, вот для стрима идеально. Покайфовать просто, пообщаться и вот как-то, ну, самое то. Идеально. Вот. Провести время просто поорать, пострелять. Ну, как-то классно, душевно. Так что да, игра душевная. Прикольненькая такая. Ничего, как бы, выдающегося, но просто, просто нормально, просто хорошо. Я думаю, будет хуже намного, менее интересно. Нет. Весело. Достаточно весело, скажу я вам. Так, вопрос. А тут у меня... А, так я могу и сюда прям транспорт вызывать, хотя я на другом острове уже. Вообще шикарно. Вообще шикарно. Так я могу просто взять, сейчас зайти куда-нибудь на сушу, где есть дороги, вызвать транспорт. Вот, соответственно, усесться в него и поехать. И все. И все будет великолепно. Да, кстати, мне не нужно сейчас оружие, так что его можно убрать. И что же у нас здесь? Да ничего, кстати. Что-то я, правда, там запарился, заморочился. Типа, я не буду, я все по-другому. Типа, надо как-то по-другому действовать, надо по воде, чтобы ни с кем не сталкиваться. Тут такие места дикие, осталось всего 700 метров. По большому счету, какая мне разница? Буду я сталкиваться или нет? Мы же это, наоборот, любим. Нам же это по кайфу, друзья. Понаклонировать кого-нибудь. По приколу. Да, кстати, хочу попробовать. Очень сочно. Это те самые штуки. Слушайте, ну мне это не нужно. Это же получается вообще такое себе на самом деле. Правильно? Ну да. Да, мы пока что, знаете, мы пока что обратно поставим вот этот, наше Супремо, экстремидатор, который ракетами стреляет. Ну, какое-то более интересно. Он и технику хорошо будет уничтожать, он и живую силу противника может уничтожить, он и эти плакаты всякие рвет там. Прикольно же. Классно. А это чисто вот кидать газ. Хотя, с другой стороны, они между собой будут драться. В общем, ладно, мы еще поэкспериментируем, может потом и вот эту штуку попробуем. Место для охоты. Яранские крокодилы. Это где интересно? У нас вот один крокодил только при себе. Красавчик. Курточка у него классная, да? Со звездочкой. Вообще, потешный дядька. Откуда у вас столько здесь крабов? Просто нереально много. А, он просто на куски рвется. Да не ори ты, не ори. Че ты начинаешь-то, блин? Все, ладно, извини. Иди сюда, мой сладкий. Да ладно, 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 все, все. Да, умница. У него, кстати, один клык вообще, по-моему, искусственный, видели? Золотой. Ну, мне так кажется, может быть. Он умница, я уж не спорю. Вообще, потешный дядька. Крокодил, где она? О, давай, давай, пошел, молодец. Подкаты есть. Да я уже знаю, что подкаты есть, но, как бы, они особо не нужны. Как-то, зачем их использовать? Нет, где-то, может, нужны будут, но на постоянку так они, как бы, есть и есть. Ничего они особо не дают. Да, кстати, по прицелу. А чем же прицел, вы писали, неудобен этот? Хороший прицел, я вам скажу. Даже отличный. Нет, ну, как бы, не, можно этот маркер-то и поменьше было сделать, но он такой формы, что он сходится вот так, и вот эта часть как раз остренькая на конце. Да нормально, вполне, я не говорю, что, типа, это прям хороший прицел, но вполне такой сносный, вполне годный, им нормально можно пользоваться. Прости, брат. Мясо-то нужно, правильно? Мясо-то нужно, мясо-то нужно, вот. Испорченное мясо животных, нафига это надо было? Я бы тогда не убивал кролика. Вы чё? Это кабанакого-то подстрелил. Блин, я думал, там какой-то особый ингредиент, нет, блин. Испорченное мясо животных. А почему испорченное, кстати? Может, какие-то пестициды местные или чё? Почему мясо-то испорченное у кролика? Вот это я вообще чё-то не вдуплил. Он так что свеженький был? Бегал, сука. Скакал. Ты чё делаешь, зараза? Волчара, да, койот. Женщину загрыз. Пипец, я такой мудак, отвечаю. Зачем он это сделал, гадёныш? Вот какие-то животные. Испорченное мясо. Не, идите в жопу. Это-то вообще неинтересно. Я так старался, блин, напрягался. У них у всех испорченное мясо. Мне не нужно испорченное мясо. Мне нормальное мясо нужно, в конце концов. Да. Слово пока уберу. Это мало ли. Вдруг какие-то проблемы начнутся из-за этого, если кто-то меня увидит. Пройди эфир. Может быть, потом и... Да. Может и нет. Не знаю. Всякое может быть. И у него, на самом деле, проблема запускать. Тот же первый эфир. Он такой старый, что он там работает через пень колоды и вообще не работает. И там... Там, короче, косяков очень много. На современной системе хрен так просто запустишь. Второй можно запустить вполне. Origin. Project Origin. Вполне можно. Может быть. Может как-нибудь и... Пройдём. Попробуем. Я бы в Джерико прошёл. Прикольная такая игра. Очень классная. Тоже интересная. Ну, не так, чтобы идеально она пойдёт. Так, ладно. Здесь нам пока ничего не нужно. Потому что никаких суперновинок я не находил. Это что такое у нас? Доклад о разведке. Перехват припасов. Кое-кто из солдадос пробудался, что они ожидают сброс припасов поблизости. Тебе придётся поторопиться, чтобы успеть вовремя. Повстанец. Но, даю слово, оно того стоит. Нападай, грабь, делись. Только не забудь поблагодарить убийственную королеву её верных рыцарей и епископа. Понял. Разведанные FND. Перехваченные припасы. Мы получили данные о том, что местные повстанцы внимательно наблюдают за тем, как мы доставляем припасы. Чтобы не дать террористам украсть один из наших грузов, мы также начали наблюдать за точкой, где расположились их наблюдатели. Нас не перенаблюдаешь. Разведка FND. Понятно. Теперь я, наверное, знаю, где они. Я знаю, где игру с ним. А чё не так вот? Чё тут написано? Не знаю, что это такое. Ты Фили? Я Дани. Нет, 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 нет. Фили тут нет. Ого, ну и рюкзак. А где он сейчас? Сервеса. Кто тут главный? Всему можно дать новую жизнь. Подойди на секунду. Да, вот сюда. Нажми на неё и держи. Аварийная кнопка. Отпустишь и... Ну, зачем ты тут? Я от Клары из Либертад. Она не предупредила. Клара, Либертад. Громкими словами бросаешься. Но тут нет, Клары. Только ты. Зачем ты здесь? Чтобы спасти семью? Детей? Нет. Тогда чего же ты хочешь? Хочу убрать палец с кнопки и узнать, кто поможет свергнуть Кастильо. Окей. Выдохни. Значит, ты герой Клары? Я не герой. Че, Риза, сработало! Да! Магия Фили, детка. Хочешь помочь, Либертад? Тебе нужен Карлос Монтеро. Наша опора. Его семья спасет Яру. Класс. Идем к нему. Нет, 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 нет. Сперва ты должен понравиться Фили. Затем понравиться малышке Монтеро. Малышке Монтеро? Си. Че, Риза, давай, пошли. Господи, его дочки. Я слышал, она ушла к плантации изгоев к востоку отсюда. Понравишься ей? Ты в деле. Удачи в поисках. Она та еще. Та еще Фьера. О, я хочу повозиться с твоим крутым рюкзаком. Нет. Ладно, осторожнее с отравой. Вот юморист хренов. Нормально так он, да? Привет. Пока. Пару слов сказал. Пошел нафиг. Уехал, короче. На машину сел и улепетал тут же. Молодец, молодец. Список нужных вещей. Магия Фили, детка. Это уличная магия. Это уличная магия, детка. Так, все нормально. Я испугался. Думал, тут это реально собачка будет вместо... Крокодила. Вы что, шутите, что ли? Крокодил, да и только, и только. Это любовь. Серега Хам. Привет, Сурен. Предлагаю. Для соло игры использует Supremo Medic. Он позволяет подняться в бою, если убили. Как варик, вполне может быть, но пока у нас такого Supremo нет. Вот, к сожалению. Плавать запрещено. В пещере Синяя Дыра. Запрещен ход пловцам всех возрастов. Вне зависимости от опыта. Даже если вам кажется, что вы можете достаточно долго задерживать дыхание, не стоит пытаться. Ага. Обнаружу новый тайник. Оооо, да. Ну что, как вы считаете? Мы достаточно, как бы, с вами такие, можем долго задерживать дыхание? Кстати, если правда дело будет дыхание, я-то тормоз тот еще, я могу не успеть. Я запросто могу не успеть, я сейчас знаю, да. Я этого не скрываю. Может быть, все очень сочно. Но мы попробуем. Почему бы и нет? Слушай, деньги не главное, понимаешь, да? Гражданин. Иди, дорогой. Коноплю жгли и будем жечь. Кайф ловить. Эх, чаек, чаек. Да, есть такое. Будем всех, сука... О. Ебала. А как выглядит эта плантация? Да обычно. Сигары, белые костюмы, вечеринки. Только еще пушек гора. Ну, плантация. Все вам городским объяснять надо. Старый дом. На круг табак растет. Эспада засекла лейтенанта, так что, наверное, она уже внутри. Кого она ищет? А, без понятия. Монтера болтать не любит. Знаешь, самеду тебе взять с них пример. Че, приехали уже? Ты куда едешь-то, слышишь, придурок? Не-не-не, я сошел. Все. Иди в баню. Так, осталось чуть больше 700 метров. Подожди, а что это за место? Привет, Клара. Да. Удалось связаться с Карлосом Монтера? Пока нет. Похоже, мне придется сперва найти его дочь. А, Камилу? Сделай все, что потребуется. Чтобы отвоевать Запад, нам понадобится поддержка фермеров. Что ж, я уже в пути. Перезвоню после встречи с Карлосом. Все будет хорошо, Дани. Ты ему понравишься. Экстремальная охота. А, тут никого, да? Никого. Че ты, сука? Мать ее, падла. Вот так вот, все. Эль Нагибат. Уровень противодействия. Следите за уровнем противодействия. Чем он выше, тем больше у вас проблем. А, у меня проблемы есть. Да нет никаких проблем. Все хорошо. Гражданин. Я имел ввиду, что в каждой части жгем траву какую-то, жмыхаем от меня зеленого забродившего чая. Да. Я тебе скажу так, гражданин. Начиная с третьего фар края, трава это, как бы, это часть сюжета. Я отпустил. Все, я отпустил. Я отпустил. Я отпустил. Все, я точно отпустил. Видите, оружия нет. Все. Что, что, что? А, слышь, это женщина-то точно уже под травой, да? У меня вопрос к вам. Мужчина, почему вы говорите, как женщина? Что с вами не так? Хотя, ладно. Ну, он, как бы, понимаете, да. Он альтернативный. Он еще не определился, все к чему в его жизни. Ну, ладно, ничего, потом придумает. Бывает такое. Все. Я думаю, почему плакат кричит, когда я в него стреляю. А это не плакат. Ох ты, ёпар, СТ. Вот сейчас проблемы могут начаться. Шутки шутками, как бы, а не заканчиваются, между прочим, эти шутки. Добрый вечер. Ядрить вас от парафинила. Вот это вообще нормально я, конечно, сделал, да? Хотя даже такого расчета не было. Ты упал. Извини. Ёп твой. Серьезно? Есть, все, я в пилота попал. Слушай, да тут вообще круто. Тут спецназ какой-то, правда, прибежал. Десантники какие-то. Да сколько можно? Я уже столько попадал, ведь хорошо. Я попадал, попадал, точно уговорю. Надо за скалой укрыться. Это хоть какое-то укрытие для нас будет. Да, проблемно, конечно. Лобовуха бронированная, да? Нормально. Хорошо. Вот отсюда сбоку можно. Когда он боком поворачивается, там стекло не такое прочное По идее можно пробить Проблемно, я правда в жопу какую-то попал Впрочем, это у нас обычное дело Надо тяжелое вооружение найти Как бы бегать с автоматами и снайперками это круто Не-не-не Ох, сука Нет-нет-нет, бежим Как был в Таиланде и встретил тайку с большим сюрпризом Я так быстро никогда не бегал Гражданин, ну, спасил он тебя Ты видел то, что многие не захотят увидеть Но ты это видел, брат Ты претерпел свою жизнь, так оно и бывает Да, идите в сраку Как же выживать в такой ситуации, а? Да, нагибоню я тебе даже скажу Бежим, сука Все, ладно, правда, наверное, как-то надо бежать уже потихоньку, да? Нет, я так не укроюсь нигде Женщина, извините, если как-то вам там залетит по самой гланды, я тут ни при чем Гуапа, чертофану Гуапа, сюда иди Я не хочу, чтобы тебя убивали Потом тебя оживлять надо Это, наверное, бабок стоит Или типа такого Мне вообще не хочется так жить Будем надеяться, они нас сейчас потеряют Что, не потеряют? Вот же падлы Гуапа, береги булки, сука А то, может, плохо для нас все закончится Очень плохо Но, с другой стороны, мы почти до клада этого До пещеры, где надо попонырять Уже почти дошли Да Так, ваталет далеко Я надеюсь, он нас не будет сильно преследовать Ничего личного Просто, сука, не люблю вас Вот и все Солдадос Побежали, побежали Все нормально Девочку я прихлопнул И хрен бы с ней, да? Получите! У меня покер Я все равно буду вам гадости делать И никак вы мне не запретите Все, нормально Я скрылся, получается, да? Я, наверное, скрылся Я, наверное, все сделал Да! Все, вертолет отстал от меня Отлично Да, вертолет, конечно, пока для нас проблема Надо искать что-то типа стингера, стрелы Что-нибудь такое хорошее Ну, хотя бы РПГшку какую-нибудь, да Надо чем-то сбивать эту заразу А с моим вооружением, со стрелковым Вообще никуда Это такая фигня полная Давай-давай-давай О-май Я знаю, с удовольствием Я не только знаю, я сделаю Я тебе сразу могу сказать, девочка моя Я обязательно сделаю это Я пойду на гну Итак, вот у нас Как раз место, где, по идее, должен быть клад Там какая-то, ну, вроде бы, была сказана пещера Это что за нахрен? Просто улетай Жесть Не, все, настал тот момент, когда уже пора Обязательно обзавестись Чем-то Хорошо бьющим технику Хотя бы РПГ какое-то нужно Знаешь, там начинается перестрелка Такой, он спрятался, сука, за домик Вертолет-то по Лидбуму вылетит, чтобы посмотреть, где-то именно И там уже с не очень большой дистанции его можно будет сбить А вот то, что мы бегаем с этими автоматиками Это все фигня, это не то Легенда о Ла Принцессе Пещера Синья Дыра Это естественное геологическое образование Известное как морская пещера Она сформировалась благодаря воздействию волн На известняковую породу Обитающей внутри медузы Чей укус смертелен для большинства животных Уникальный вид, который не встретить больше нигде в мире Это место также связано с печально известной легендой о Ла Принцессе Предание гласит, что Ла Принцессе Дух испанской знатой женщины Которая пыталась прятаться от пиратов Не желая сдаваться им Она заплыла в пещеру Забрав с собой все свои драганоценности И утонула во время прилива А ее тело навеки осталось внутри Говорят, призрак этой женщины до сих пор защищает драгоценности И убивает всякого, кто посмеет проникнуть в пещеру Есть ли в этой истории хоть крупица истины? Никто не знает Но разве стоит портить хорошую страшилку какими-то фактами? Да, это точно Нужно заглянуть в ту пещеру Конечно надо, блин А тут вообще, кстати, столько девочек сочных Во многие пещеры надо заглянуть Кириллович Хорошо стримара, челла Сегодня ты рано Герой, конечно, тут неубиваемый Рэмбо Но нагиб качественный Согласен Меня это радует Причем и первый, и второй факт Все хорошо Будем Рэмбо Я не против Тут правда, кстати, медузы И я полагаю, они Они действительно Крайне опасны То есть касаться их не стоит Если они правда сразу не убьют То Там не было сказано, что они смертельны для людей именно Но я думаю Они как минимум не очень-то Хорошо скажутся на нашем здоровье Так что от медуз надо подальше держаться Я медузу задел, да? А, так еще и мелкие Ладно, большая там была Я просто не врубился Тут еще и мелкие, оказывается Медузы есть Сука, это акула Да иди в сраку, блин Животное тупое Че тебе нужно-то? Скотина такая Мужик, тебе надо как-то поспешить Если честно Честно, честно Тебе надо поспешить Молодец Я выжил Ну, кстати Тут нырять-то нефиг Я просто говорю Как человек Который когда-то дайвингом Очень увлекался Именно с маской Маска-трубка Тут нефиг Девок нырять Тут вообще понты Не знаю Но я понял Почему люди-то не доплывали Тут мало того, что медузы Так еще тут акулы есть Вырванная страница из дневника Они ищут нас Я слышу лай собак Крики людей моего отца Он поклялся Что еще обойдется со мной Так же, как с Мартиной Если я брошу ее Так же, как с рабом Для нас с Мартиной Есть лишь один выход Бежать с Яры Эта пещера Наш единственный шанс Укрыться от собак Мы готовились К этому И будем Прятаться Пока Преследователи Не сдадутся Тут нас никто Не станет искать Легенда О ла принцессе Ее сокровищей Будет нам защитой Поблито 3 марта 1806 года Ни хрена себе Ну да Тут вообще-то Эта пещера Не раз использовалась Как я понял В основном Наклонение происходило Тех, кто здесь Был в этой пещере То есть Не очень большие успехи Хотя, слушай Тут правда есть Где понырять? Да Езди понырять Какие места красивые Ну да Я тоже такое встречал Когда пещера большая Так Вырванная страница Из дневника Говорят, что любовь Самое сильное чувство Но это не так Самое сильное чувство Злоба Отец ждет снаружи Я уже не знаю День сейчас или ночь Но отец Не уходит А мы боимся Выбраться наружу Его пугает Старая сказка О привидении Будто Жалкого труса Может и мы тоже трусы У нас Заканчивается еда Свечей мы с собой Принесли в избытке Но нельзя же есть воск Я пишу Это И слышу Наших преследователей За стенами И не только их Мартина об этом не знает Но я Услышал какой-то звук Когда Обследовал Дальние уголки пещеры Кажется мы здесь Не одни Поблито Поблито Ты Ты молодец Конечно Дальний уголок Пещеры Кажется мы здесь Не одни О чем речь О чем речь Что случилось Слушай Смотри-ка Гуапа тоже очканул Он в пещеру не пошел Гуапа не дурак Да А я кажется знаю Наверное нам Друзья Вот Опять медузы Да Слушайте ублюдки Не жальте меня И остань Хорошо Хорошо Не будет никаких ублюдков Никаких Жальте Не жальте Подожди Тут можно сплыть Тут наверное Какое-то секретное место Пасхалочка Да Нет Мне кажется Нет Тут есть Это просто вздохнуть Можно да Ну да Тут наш герой Не уплывает Что ж Нам значит Сюда дальше По подземному Гроту Валентин Горбачев Спасибо большое Супрема Норма вертушки Сбивает Пишите Возможно У меня Супрема Была не заряжена Я тоже об этом подумал Но Супрема Прям вообще Никак Было Не-не-не Спокойно Не переживай Не переживай Дружище Как-нибудь Справимся Он просто почему-то Плывет под водой Медленно На самом деле Под водой Ускоряться Можно прилично Это не так сложно В общем Парень у нас крутой Но Как пловец Он Как бы Слабоват Пока очень Ничего Натренируется Я думаю Может быть Еще Такое место Красивое А А обратно Я могу так же Ну наверное Да О да Может Может Все 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 И сразу Вот сюда Давай А здесь У нас Что Сталоктиты Сталогниты Вот эти Все растут Пещера Да Такая Прям Сочненькая Вырванная Страница Из дневника Поймал сегодня Краба Разбил его Панцирь Камнем И достал мясо Ничего вкуснее В жизни не пробовал Я даже Не подумал Принести немного Мартини Пока не доел Последний кусочек Позже Мое нутро Начало Болеть Будто его Царапали Ржавыми гвоздями Меня сточнило Но боль не прекращается Скорчившись в агонии Я вдруг Услышаю через смех Это была не Мартина Она спит Чтобы сберечь силы Я не верю в призраков Ла принцессе Просто глупая сказка Я не верю в призраков Побли там Ау Кони Поганая история Как не посмотри Ну да Ну так оно и бывает Че братан Наклонение случается Сами заказывали Сами получили И никак иначе Братан Ну че ты блин Только нырнул Уже все Воздух кончился Я понимаю Как бы да Но слишком Ты ж такой нагибной Спортивный парень Ты должен чуть подольше Хотя бы Вот А здесь А че черт Че тут Я пока ничего не вижу Трупы где-то Я не вижу Че случилось А Ну да Еще какое-то очередное место Как будто здесь Кто-то находился Вырванная страница Дневника Поблито Хороший человек Он верит Господа Всегда держит слова Вот только мы Верно Оба погибнем Из-за того Что он Исполнил Обещанное мне У нас нет Ни еды Ни воды Одной любви Мы ссыто не будем Да А это вот это Вот нагибито его Как я понял Жаль 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 Печальная история Нет повести Печальнее На свете Чем Повесть О нагнутом Поблито Это старая Известная история История о том Что Не было еды Они кушали крабов И сдохли Ну или что-то В этом духе Давай-давай Молодец Молодец Не волнуйся Главное Есть А здесь мы были Все Хорошо Я понял Итак Что у нас тут есть У нас есть вот та местность Значит нам вот сюда Теперь надо плыть Нам надо Однозначно вот сюда Да задолбатый У-у-у Блин Ты можешь как-то это Чуть поживее Плыть пожалуйста Вот Хорошо Красавчик Главное Что ты сделал в это И не помех Просто так Во Да Нормально Материалов всяких нашли Нет, вот люди-то бывали И после этих событий всех, понятно, не так давно кто-то, по-моему, был Запачканная кровью записка Мартина вся горячая Пришлось отдать ей остатки еды и ту слепую рыбу, что удалось поймать Но Мартина начинает бредить, да и я тоже У меня что-то привиделось, или кто-то Ла принцесса Прядь волос, поднявшаяся из-под воды И подсвеченная медузами Я закричал Бросился на нее На моем ноже и на камнях осталась кровь Ла принцесса вовсе не привидение, она настоящая И может быть, она в том же положении, что и мы Мне нужно ее найти Поблито Поблито, ты, сука, вообще сумасшедший тут все Мы у вас во все крыши поехали Мне может, конечно, так кажется Но что-то Ла принцесса, это что, монстр какой-то, это животное какое-то Смотри-ка А тут трупешник, да, и он вообще нифига не свежий Запачканная кровью записка Ла принцесса, беглая рабыня И боится меня Она поджидала меня, когда я вышел из воды Я все понимаю, ла принцесса верно решила, что я тоже охотник на беглых Надеюсь, Мартина простит меня за то, что я оставляю ее умирать одну в темноте Боль прошла Я слышу, как ла принцесса плачет где-то наверху Может быть, было... Можно было бы вскарабкаться туда и добраться до нее Но мир вокруг начинает быстро вращаться, когда я двигаюсь У меня остался только ее плач и лай отцовских собак Любовь ничто, а злоба Все, Поблито Поблито Интересно, не там ли ла принцесса? Да Куда нам дальше? Ну, по идее, может быть, с разгона Нет, нифига подобного Он сказал, мне надо карабкаться вверх, но я не могу, потому что все кружится Это намек на что-то или как? Как вы считаете, друзья? Это какой-то намек Не иначе Наверняка где-то можно кошкой зацепиться Вот, только хотел сказать Хорошо Давай Все, я забрался наверх Мы молодцы с вами А вот и сундук Интересно, тут сокровища? Это, наверное, ла принцесса Как была ваше высочество Ты смотри, правда, пипец она заросла, короче Трупешник такой сидячий И что же здесь? Брелок наживка Брелок наживка Охота за сокровищем успех Ага, яранские песо тысяча Не, я, я тут Что ты, сука? Эй, я не понял Я сюда, правда, лез, чтобы найти брелок И яранские песо просто? Ну, хотя, с другой стороны, неплохо Чего я жалуюсь, да? Выходит все Да Наверное, так выходит Наверное, я все сделал Может, оно, конечно, и не идеально получилось И хотелось бы как-то по-другому Но... Не, ну нормально Чего-то мы добылись Что-то же мы узнали Таким образом Да ладно, ладно Не нервируйся, сука Павла, этот Как тебя там? Даня Даня, все нормально будет Все Выходит, да Мы этот вопрос закрыли Ну, давай Всплывай теперь А что ты застрял-то, придурок? Он реально застрял просто в камне Не надо так делать Это местные обкуриваются Этого табака, так называемого И застревают Тебе не надо так делать Ты можешь вполне выплывать Я тебе разрешаю Ты, братишка, у нас хороший Давай, выплывай Наверное, он бахнул свою пассию Ножом в бреду Тоже, кстати, не исключено Возможно, это действие Вот этих медуз И он грохнул свою На самом деле женщину Это она на самом деле Наверху, да, была А он Соответственно Потом Упал Не знаю С ним что-то случилось И он тоже наклонился В итоге Запросто-запросто, ребят Но тут, как бы, полет для фантазии Хороший Что могло на самом деле Происходить Может, никакой На самом деле, может, действительно Никакой принцессы нет Просто это действие Яда Вот этих медуз Он может быть Галлюциногенен Для людей очень сильно Он случайно упал Это что, конная полиция? Поднимайте, девки, юбки Будет репетиция Или как? И что, что, что? Тут у меня патрона практически нет Патрона я вообще По патронам бомж стал Это очень печальная история Надо по трупам походить Вот Нет, я не для этого, кстати По трупам сейчас хожу Я же хочу это Патрон найти Тише Что тише? Вы давайте Нет, не затыкайте меня Тише, тише Все хорошо Это мне? Ну, туда потом пойдешь Пойдешь? Да Ну, тише Да? Ты моя умница Моя художница Классно Ребят, завтра на стриме Вообще тему будет Увидеть Вы офигеете просто Жена мне тут Тематический плакат Подготовила Да Вам понравится Я вам точно говорю Так Я сейчас быстренько Кое-что сделаю Мне, ну Это надо Надо, надо Вот так вот Супремо Блядь Как же я промахнулся-то Да, лоханулся Ну и что? Я всегда так делаю В конце концов Не надо троллить Красиво выпрыгнулось Мужик О, это ж Урал, кстати Да, это Урал Самый настоящий Урал Офигеть Ремейдос Санос Ясненько Хэтшот, бэйби You got on Хэтшот, бэйби Да Нет, с этим не получилось так Ну да Да все, все, все Нормально А, кстати Да, не да А, я ж забыл Извини Я ж патронов Хотел попросить Мужики Че вы так сразу Прям конфликтные Такие странные Вам Слова не было сказано А почему правда Патронов у меня нет Я вот сейчас Это вообще не понял А где мне патроны Теперь брать Мужики Вон они Патроны я у них Хотел забрать Стой, сука Стой 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 Быстрее Чем быстрее Тем лучше Наверное Надо просто в ящиках С патронами Патроны брать Правильно А у этих может быть Другой калибр И так далее И тому подобное Так, я сейчас подойду Я скоро Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я здесь Все нормально Мы продолжаем Все будет хорошо Да, я вспом... Не, я не вспомнил Че я вру Мне жена сейчас напомнила Сука Ладно, да Короче, надо вызвать машину Надо машину вызвать Погнали Машина приедет А там в багажнике Должны быть патроны Я надеюсь, что это так Все, спасибо, мужик Свободен Во! Ну это же шикарно Давай Ладно, Михито Ты давай Да, крокодилам нельзя А мне можно Потому что я не крокодил Я рак Ах, сука, нет Молодец Водитель экстракласса в деле Поехали Да, да Ты ноги Водайте Эки шикарные Прямо у нас тут Ой, красоты Красоты Машинка у нас Классная Ты смотри До дороги, кстати, неплохие На самом деле Ой, курочку задавим Тихо Я не хочу курочек давить Я зачем? Не, ну можем На самом деле Но Смысла нет особого Не вижу Да Вот и все Вот это реально либертат, сука Мы едем Это я писал про машину Данила Григорьев, значит ты красава, если ты писал про машину Тут жена пришла, короче, и говорит Напоминаю, для особо внимательных Таких, как ты, Рокутагин Да Да Ну что, здравствуйте, я приехал Да Именно так Все По идее Ох, я испугался, что за звук был А, это все взрыв, да Все, наши тут будут теперь обитать Наши люди Вот, видите, как оно делается Все Все нормально Да Нет, ну возможно, да, конечно Не сейчас же прям Тут кто-то внутри, по-моему, сидел А, это нормально, слышишь, я их подкоптил немного Я их этих ребятишек-то подкоптил хорошо так Все свободно Все свободно Все нормально, видите Вот, да Ох ты, падла Кто у меня стреляет, я не понял Кто стреляет, что происходит вообще При чем тут, сука Да что тебе надо, идите в жопу Отстаньте от меня Я вас вообще не трогал Нет, это свои Не трогайте моего крокодила Глапа, вставай, мой сладенький Мой булка, давай Что за приключение Кто стреляет, а Ничего не пойму Ты что делаешь, сучара Слышишь А ну вон отсюда Пошел нахрен От, сука, моего крокодила Вы сейчас у меня все претерпите Очень жестоко Где мой крокодил Глапа Мой сладкий, иди сюда Мне вообще пофиг что это союзники Я не могу крокодила трогать Ты что, дурны что ли Ты вообще заткнись Тебя не спрашивали Не надо никуда перемещаться Ты тоже, сука, не стреляй Моего крокодила Я и тебя не пожалею Вот увидишь Да что ты мне Да нормально дела Хорошо, видишь Гуляем тут Даже не вздумай, сука Трогать моего крокодила Я тебя предупредил, сука Я тебе просто предупредил Ясно Ты поняла меня Если ты трогаешь моего крокодила К твоей голове оказывается Порция металлических Субстанций Да Хорошо Я согласен Конвой FND Ой, сколько у меня тут заданий Интересных Появилось Но нам надо по основному Пойти и узнать Что там все-таки происходит Что у меня Как они там вообще живут Как они живут Поживают Поживают Пользовать ключ Хорошо О, нормально Всякое разное забрал Сука, ну даже не начинайте Вот просто задолбали Даже Не начинайте О, на разворот Идно обратно Правильно Я так и не понял Вы вообще Отстанете Успокойтесь Походу они тут Бесконечно будут Даже Сука Не думай Мы его крокодила Стрелять Даже не думай Бля Как вы задолбали Серьезно Все Достаточно У нас скоро Просто транспорт Некуда будет девать Тут все в этих автомобилях Хватит Одни грузовики Вокруг Итак Все Мы идем дальше Насрать вообще На них Ёб твою мать Танк едет Извините ребята Кажется себя Я пошел Все Я пожалуй Пока навоевался Мне достаточно Вы если что Не обессудьте Так оно и бывает Хотя Ну ладно Наводчика я убил Главное чтобы танк Теперь меня не стрельнул Хотя Она не наводчика Это командир танка Наводчик-то внутри Он основным орудием Управляет Все Я пошел Я пошел Все нормально Вот С другой стороны Я же молодец Смотрите Я танк Как бы немножко Повредил Он теперь там И будет стоять И ничего не произойдет И всем хорошо И никто не пострадает Я считаю так Да Да Сергей Черкасов Ну как бы Жизненная ситуация Я не то чтобы Да я очканул Но я очканул Совершенно справедливо Я же не мог вообще Никак ничего изменить Ты же понимаешь Ситуация просто так себе была Не в мою пользу Вообще ни разу А интересно С помощью Супрема Можно вообще Танк уничтожить Ну чисто теоретически Наверное да Но реализация Такая Под вопросом Сможет ли он Прямо уничтожить танк Может он просто Повредит в начале А потом у меня уже Как бы Не будет особо Я думаю вариантов Потому что И факт что я смогу Убежать от танка Ну и т.д. и т.п. Супрема Перезаряжается Не моментально В общем да Ну какая машина Классная От типа Хаммера Что-то да Ну да Крутые ребята Такие внутри сидят Подозрительно На нас посмотрели Но не поняли Кто я такой Ооо Вот эти места Кстати классные да Связанные с электричеством Типа Трансформаторные места Не знаю А это запретная зона Хорошо Это Зона то запретная Но не страшная Все нормально А мы такие знаешь Как ни в чем не бывало Спокойно дальше Блин Рыбан поехал Красава Молодец Поджал хвост Да поджал Ооо вертолётик летит Ну да С вертолётиками Пока вообще не вариант Как-либо Соперничать У меня это тупо Не получится Ребят Вообще Никак не получится У меня просто Нет шансов Против них Я это прекрасно понимаю Итак Знакомство с Монтеро Они не любят гостей Но Клара посоветовала Сначала отправиться К механику Фили Берсаги Его можно найти В мастерской Коста Дель Но это он поможет Так мы уже были там Мы уже у него были Он очень гостеприимен Сука Чуть нас не подорвал Нахрен вообще Хотя парняка вроде неплохой Другой вопрос Как с этим я сейчас Ооо Это что У меня стрелять будет А вот по идее Я там не к ним могу стрелять Да Они же хорошие наверное Ну да А может и не хорошие Я не знаю Сколько же здесь Ввернутого табака У вас свадьба что ли Не знаю Веселятся люди Я не знаю Что тут кому нужно Смотри-ка Здесь мертвые солдаты Вот эти По идее Тут хорошие должны быть Правильно Может и нет Но убитые тут точно Солдаты FND Аааа Они наверное успели Сюда прорваться И что-то захватить Да Этих людей Ну и что-то в этом духе Не надо Никаких подкреплений Сразу говорю Меня это не устраивает Вообще никак Корни не устраивает Вы в зоне поисков Найдите Эспаду Ну я постараюсь Если это вообще Возможно сейчас Здесь это сделать Вон какой-то человек Раненый Может это есть Эспада Почему мудак Может какой-то Нормальный тип Наоборот Может сюда Нет Тут ничего нет Вот тут Наверное Да Он общается Там наклонение идет Стой Нет Ты кто блин такой Дани Из Либертад Ты малышка Монтера Малышка Монтера Хренов Фили Мне нужен твой отец Клара хочет Заключить сделку Плевать мы хотели на Клару Ты работаешь на Клару? Ты дочь Карлоса Монтера? Прошу пощади Ну где твой лейтенант? Обещай что пощадишь Младший лейтенант Мальчик молодой Все узнала? Нет Но мне хватит А он? А он скажет своему боссу Хосе Кастильо Что я перебью всех его лейтенантов Ради смеха Затем я освобожу всех изгоев Выращивающих табак Ради мести И наконец Он скажет Хосе Что я перережу ему глотку Это За меня Это все надо записать Просто скажи ему Что здесь была меч А своим друзьям Что они попали? Ну что, к отцу? Гвапо Надо будет взять лошадей Окей Хорошо Хорошо А почему и на лошадей? У меня машина есть Хочешь подвезу, а? Кто-то нашел трупы Что ты оставила Да Да ладно Не переживайте Насчет солдатни Ничего личного Просто Хэдшотики И все Все, что ли? Че, куда валим-то, девочка моя? Какие гости? Успокойся Деваха Сука Так, не вовремя-то Где еще? Все, что ли? Повреждают, гады, меня А, вон оно Сука Ну никак не простреливается Вообще кабина Давай, давай Быстрее Вот Ха-ха-ха-ха Приятного аппетита Дюда, красава Молодец Так Подожди А куда это Пэкито, сука, делось? Куда это чика? Вот она И сюда ко мне сладкая Все А что тут так Оно мигает все Обломки транспорта Слушай Прикольно Так это же все Наверное, бабок стоит Неплохих Можно у торговца Потом выменить Это надо забирать Все, я считаю Да Сейчас, подожди Да какие тихо? Ну все, уже никого нет Че ты, блин, спешишь на меня Дергаешь прям Подгоняешь Успеется все Этих вот наклонили мы Ну, в общем-то, да Мы большую часть всего сделали Так Ты за лошадей что-то там говорила Я иду к тебе Сладенькая моя девочка Где ты есть? Введи я за тобой Да Введи Где она? Че-то я потерялся Вы ее видите вообще? Я ее не вижу Она нигде не помечена Нет, помечена Вот она здесь Все Вот она Умница Хорошо, да Я только с другой стороны Ты не туда смотришь Дивуха Так Рассказывайте, как у вас жизнь Жена умничка Пошла малинки и нарвала Апельсинчик нарезала Ну ты моя сладкая булочка Чайку мужу заварила Гад Нателло Амиго, ты не можешь поехать Да Завязывай Благодарю вас В смысле завязывай? Я только начал, блин Как я все сразу проглочу Ммм Ммм Иди отсюда Шевелись Ты девочка моя Не переживай Я сзади сижу Все хорошо Черт Танк Сюда Сюда Проедем под мостом Давай Как все гладко прошло Надо бы быстрее было ехать У танка обзор так себя А ума Какой академия Ты жгел За эту срочку служил Ни хрена себе Он профессиональный военный Оказывается Женщина Ты че потерялась Сука Блядь Здесь даже лошади курят Я вам отвечаю Давай притворимся Что это метафора Блядь У нас что-то техника есть Слышишь? Она передумала ехать Собственно говоря Правильно Знаешь честно Будь водителем Не твое Извини Похоже Из-за Кастилью Здесь тяжко живется Его племянник Хосе Реальная проблема Мы зовем эту паскуду Наполеоном Альфикене Малыш Наполеон? Мило Прозвище Милое Человек не очень Мы Монтеро Живем здесь уже 200 лет А теперь тут повсюду Трудовые лагеря И страны Бибилы Да Охренеть Из-за яда Папа заболел Хотя не признали И теперь начал Собственную революцию Чтобы остановить Кастилью Тебе понадобится Помощь Либертад Ты не первый Кто мне это говорит Все нормально будет Всех Кастильен огнем Все хорошо С лошадьми Кстати у тебя тоже Не очень сложилось Судя по твоему падению Недавнему Недалеко это твой лагерь? Близко Спешишь куда-то? Нет нет Все в порядке Кардио мне не помешает Какое нахрен Кардио бля Ты на лошади ездишь Ну хотя это в принципе Тоже да Физическое упражнение Пошла Ладно Что это тут? Добро пожаловать на запад Герильеру Меч и герой Рад что вы живы Проблем то не было Только они и были Но тебе повезло Он топ Что ж вы вовремя Эль Хэфи готовит еду Далее папа Эсо хэфи Клара кизи Как она Окей Где была? В разведке Брехня Кто это? Меня зовут Я не тебя спросил Тише папа Это Дани Из Либертад Либертад или нет Мне насрать Где его повязка? Папа Оглянись Здесь фермеры А не бойцы Что Чориза взорвет Наполеона Эль Пекенью Эй Слышь Не впутывай Чоризу Наши люди Должны научиться Сражаться Камила У нас Потому я и здесь Ты не похож на повстанца Больше на туриста Сдаст нас Виновата будешь ты Камила Он тебе рад Добро пожаловать Герой Хватит Чориза Остывай десерт Дружок Хватит Тут вообще нормальные люди Есть Нет Это мой такой красавчик Сейчас Хорошо Понял А почему Третьего лица Да Ну Дани Пришло время тебе побывать Эрастом Фандориным Кем? Эраст Фандорин Это известный русский детектив Из романов Бориса Акунина Ну Коньё Дани Его книги перевели на 35 языков А забудь У меня тут для тебя загадка Так Что случилось? Я Да я не успел подговорить с ним А в принципе вот он да уже Он нам сейчас все расскажет Нет это не он Ты заблудился? Карлос Я знаю Ты не доверяешь мне Кларе И Либертад И другим её маленьким Камомьердос Я тебя не виню Мы тут пока никто Так и есть Что ещё знаешь? Что Наполеон Альпекиньо Украл у вас землю Что яд Который он распыляет Убивает ваших людей Знаю, что ты болен И умрёшь Но не попросишь помощи Не выбрасывай то, что может пригодиться Склад, где они хранят отраву Сожги дотла Кукурузники Что разносят яд В порошок сотри Распылители на полях Уничтожь Как скажешь Хайфи И открытку пришли Так В общем Почему от третьего лица Это первое Второе Тут вроде опять кто-то жалуется Что им звука мало Ну ладно Не вопрос Сейчас сделаем Как-то Ну так наверное сделаем А чё теперь? Да? Самое то будет Клавиатура и мышь Пешком Как переключить от первого От третьего лица Я не могу Офигенно же Супер Думаешь они забрали груз? Лады Я раскрою это дело Алло Первая кровь на них А не на мне Это ещё кто? Не зли меня Я вешаю трубку придурок Погоди 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 Скажи Ты узнаёшь Эти слова? Узнаю Это из Рэмбо первая кровь? Ха Так и знал Это и правда ты Так кто ты? И чего от меня хочешь? Я хочу Того же чего хотят они И чего хотел каждый парень Прибывший сюда Который проливал свою кровь И отдал всё Что у него было Чтобы наша страна Любила нас так же сильно Как любим её Мы И что эта херня значит? Слушай Я и сам не знаю Не важно Приезжай на мою Сверхсекретную базу Мне нужна твоя помощь И как же мне попасть На эту сверхсекретную базу? Поезжай на полуостров Винтоса И пошустрее И чё сука за наркоманы? Эй, Клара Я тут встретился с Монтера И как всё прошло? Ну, Карлосу на меня плевать А вот с его дочерью мы поладили Думаю, она мне поможет Тебе нужно понять их Завоевать их доверие Для начала разберусь Что к чему у них в лагере Пойду осмотрюсь Хорошо, Дани Да Береги себя Так и сделаем Лас Бандидос Проводить операцию Лас Бандидос Да 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 Ну, хорошо, да Освобождение Все дела Я согласен Оружие Бениту Убегая от Ягуара Бенита потеряла Экспериментальное оружие ФНД Скорее всего Оно в пещере к северу С удовольствием Я такие вещи-то вообще люблю С удовольствием В смысле Это мы его отправляем, что ли? А Ничего не понял Бенита Не хочешь снова заняться пиратством? Нам нужны ресурсы, инфа, союзники И только ты можешь их достать Я буду отправлять к тебе всех, кого спасу Они с радостью пойдут против Антона Скоро у тебя будет армия пиратов Бенитас Бандитас Скажу честно, звучит отлично Присылай людей А я пока разузнаю, где можно чем-нибудь поживиться Вива Либертад Вива Либертад Наконец-то Хоть что-то Ничего подобного вы еще Так, ты кто такая? Девушка Ну понятно Это что-то типа ПВП, наверное, будет Короче, насрать мне на это Я не собираюсь этим заниматься Давай дальше пообщаемся Ага Че, девочка моя, давай пообщаемся Попробуй найти этого лейтенанта Один солдат сказал, что он на личном острове Эль-Пикеньо Возьмем лодку на причале в Синестре И доплывем до Кае-Вилья-Реале Уберем этого Сенгао И Хосе придется не сладко Только никому не рассказывай, ладно? Папе сейчас и так непросто приходится Ну ладно, я согласен Но почему бы и нет Поможем тебе, моя соченька, девочка Да, конечно, поможем Все будет хорошо Все будет тип-топ Ха-ха Малыш А, он какой сладкий Приласкать Не, я не буду тебя приласкать, извини У меня крокодил есть, все Тебе, конечно, классный тоже по-своему Но у меня есть крокодил, все Че, а зачем тебя приласкать-то? Посмотри на эту маленькую сосиску Слушай, деньги не главное, понимаешь, да? Иди дыракивать А, у него день рождения Надо ему лакомство найти Я по собачьей, не бум-бум Да Тигр 603 Удачного нагиба Спасибо, родной Спасибо большое Спасибо тебе, тигра Мы Мы пытаемся сделать так Чтоб у нас удачный нагиб был Пипец тут всяких заданий Всего на этом острове Охренеть просто можно Спецоперационный Черный рынок Ну и название Тайник на побережье Объект военных А че там можно Бойцы в НДС Спешат Еще какие-то предметы 200 экспы Неплохо Нет, в целом неплохо Согласен Но Надо еще что-то Надо еще что-то По-любому За чистый воздух Операция Хорошо Понял И там, и здесь Пипец тут столько всего Сука Сколько же тут нагиба Агрессия в провинциях Так, а что мне надо Чего надо добиться-то По идее Кто хороший мальчик Ага Посмотрите на эту Маленькую собачку В этот особый день Мой пушистый приятель Задут Особое лакомство Можешь просто ему Типа Накормить его надо, да? Накормить чем-то надо Я согласен Чего Бублика этого накормим А это что такое? Грязная Карточка С рецептом Угу Крокодилье мясо Черная фасоль Розовая вода Угу И что это дает нам? Так Ты всегда хочешь есть, да? Ну да Может принести тебе Что-нибудь вкусненькое И мы подружимся? Взять крокодилье мясо Так Где у нас наш крокодил Добыл? Глапа? Ха-ха-ха Ладно, шучу Конечно, мы Никогда нашего Крокодила не обидим Мы не имеем права Так поступать Где взять крокодилье мясо? У тебя есть мысли? Крокодил да наш Надо искать В парке Козельмар Водится много крупных крокодилов А, ну тут в принципе Имеется ввиду Что их много Где они тут водятся Хорошо Пойдем крокодила Сейчас искать Почему бы и нет Крокодила можно Вполне найти И подстрелить Я согласен Я думаю Никому это особо Не помешает Походу дело Сейчас найдем крокодила Нагнем его Этого крокодильчика Заберем мясо Надо поискать В парке Серпентино Ааа Серпентино А где Серпентино Находится Табачная долина Пригорье Вот он Серпентино Вот туда мы отправимся Все Шикарно Мы отправимся На парк Серпентино Где-то там должен Находиться Обитать крокодил Давай Мне нужен транспорт Нужен-нужен По-любому Все Надо На колесах быть Ты что ты гудишь На пароходе что ли Давай пошел Да Твой транспорт Повстанец Спасибо Давай Боезапас не скоро Я могу еще пополнить Ладно ясно Дани Загляни к одной женщине Ее зовут Ями Она как Хуан Кортес От мира машин Мне одного тебя много Ну да Я покорил тебя Как Кортес Тузенцев Да Ладно Шука так себе Найди ями Да все нормально будет Ями будут В яме будут Сука все Кто не с нами Все будет хорошо Главное как говорится В рюмку то не писать Раньше времени Все идет и идет И замечательно А нам нужен крокодил А крокодил Обитает где то вот Так Во первых Что хочу сказать Хрен ли ты тут Разъехалась А не не ту не надо убивать Да Ну, я вижу, что грузовик Мужик, ты что такой тормознутый? Я, кстати, в башку, по-моему, попал Но это так, оно скользко прошло Фига себе Ёпс, тудэй Блин, плохо Как реально с танком-то разделываться? Он хорошо не очень понимает сейчас, что происходит Он не понимает, что это мы такие Тут нехорошие, да? Он остановится, нет? Да Да ладно, я танк уничтожил Нифига себе, блин Супрема какая мощная Реально танк просто на говно разнесло Охренеть Я бы ни за что не подумал, что Супрема может танк разнести Просто с одного залпа Не, я понимаю, что штука мощная Но чтоб настолько Это очень круто Транспорт скоро будет Да Мужики, тут пробка образовалась Извините Извините Кто-то хотел посмотреть, как вы горите Без обид Ничего личного Сгорели, нет? Все Оперативненько все сделали Мы молодцы Но Это не от меня этого факта Что мы тут веселимся А нам еще Больше полкилометра Топать И только там Где-то будет крокодил Которого надо грохнуть И забрать у него мясо А мясо забрать по-любому надо Крокодилу, может, и хороший, конечно С одной стороны, и жалко Но так уж получилось Нифига себе Смотри-ка Аэродроп какой-то Давай заберем Украсть припасы Хорошо, я только за Давай украдем Все, я украл Я молодец Порох Вот А порох Эта штука Очень нужная И очень классная А это что за местность? Она Под чьим контролем? Это вообще такая Полугражданская местность Или нет? Ну да Это нормальные ребята Не монстры в ордене Какие-то Ничего Да, это нормальные ребята Это какая-то Как я понял Тут какую-то технику Старую Поломанную держит Вот это по-моему У нас от этого От самолета Правильно? Ну да, наверное Ага Это типа Аэропорта что-то Небольшого Ну очень маленького Для маленьких самолетов Типа Ан-2 кукурузников Вот таких вот как раз Типа такого, да Это какой-то Заброшенный аэропорт Хотя может И не заброшенный Может по местным меркам Он даже в неплохом состоянии Кто знает Но главное, что он есть И мы это теперь Друзья знаем Катаются все Ладно, катайтесь Недолго вам осталось кататься Катайтесь пока можете Я, кстати, в запретной зоне Какой-то только что был Только сейчас заметил Почему так рано? Люди работу делают Есть определенные причины Вот Ты знаешь, вот оно вроде Ничего личного Я сколько раз предупреждал Вы что мы его крокодилы грохнули? А нет Это не крокодил, слушай Ладно, ладно, ладно Вставай Извини, перепутал А где мой крокодил, да? Да не, вроде все нормально Он не нервничает уже Это не мой крокодил, да Отмечаю зенитку На твоей карте Да? Местные фермеры Скажут спасибо Если ты избавишься От этой пушки Спасибо Хорошо, обязательно Все будет хорошо Не переживай Так Я мясо крокодила-то забираю, да? Вот же крокодил Блин, как-то неуспешно получилось Все с этим крокодилом Но я не специально Вы свидетели, ребят Вообще ерунда какая-то вышла Но я не хотел Где может быть крокодил? О, еще один Слушай, сколько их тут, а? Мне надо крокодила искать Это мины Это я помню уже Это морские мины Надо от них подальше держаться Ну его нафиг Они слишком опасные Я поставил Слышали? Вот он Вот он крокодил Так Ну все Я выполню эту задачу Да Я выполню эту задачу Положите мясо в миску Чоризо С удовольствием Чоризо Все будет хорошо Ё-моё, я хорошая Какая же девочка Так По поводу быстрого перемещения Оно стало нам доступно Хоть где-то, хоть как-то? Нет? Да Я могу быстро переместиться Отлично Мадругада Торговцы Хуана Ага Наши друзья Понял Да, я здесь новенький Но Да И о чем речь? Лагерь постанцев Сеть убежищ Сеть тайных убежищ Эта постройка Разблокирует костюм крылой Возможность покупки У главного разведчика Данных об убежищах Быстрого перемещения Неплохая штука По сути так, да? Ммм Для рыбалки У меня немножко не для этого, да Для охоты Неплохо, но не нужно Вот это я улучшил Потому что костюм крылоном Нужно По-любому Вот что, ребят Достойно Хорошо Параперсенок просто спит Красавчик Ну че, че, Риза? Какой классный Как я понял Он травмирован Но у него ножки не ходят, да У Буги, кстати, такой пёсик есть Они тоже такую штуку ему приделали И он, короче, может ходить Прикольно Да Давай, давай, давай Ты это заслужил перико Да Сладенький Классный, да, пёсик такой Да Хороший мальчик Хороший вальчик мой Валенький Да хочется его Прям почухать Погладить Так Но Это всё хорошо Нам же надо дальше Правильно Мне нужно на пристань Она сказала Хорошо Я понял Пристань Угу Это вот сюда Солидненько Солидненько И, кстати Не так уж И близко Вы знаете, друзья Этим Мы займёмся Уже в следующей серии На следующем стриме На сегодня это всё Потому что мне надо Ещё много чего делать Надо материал по варфайсу Сити снимать Пятое Десятое Восьмое Тринадцатое Ну, вообще, не важно Что я имею вам сказать Я хочу вам сказать Огромное спасибо За то, что вы сегодня здесь были Писали Донатили Комментировали Бомбили Что-то говорили Помогали В том числе Сегодня я узнал Где, оказывается, патроны брать И Я надеюсь Что всё это безобразие Под названием Стрим Рокутагина Вам понравился Завтра Скорее всего, завтра Посмотрим по времени Как оно Скорее всего, завтра Мы Продолжим Да За либертат Вам же, друзья Желаю Самого главного Счастья Здоровья Любви Увидимся с вами Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok Спасибо за субтитры DimaTorzok